Помощь от сердца. В Белгороде подвели итоги благотворительной акции «Белый цветок». В ее ходе собирали средства на приобретение лекарств для тяжело больных детей. Торжественный вечер объединил неравнодушный белгородцев. Меценатов и волонтеров сердечно поблагодарила заместитель главы администрации Белгорода по внутренней кадровой политике Ольга Медведева. Я хочу поблагодарить вас не только от имени администрации, но и от имени родителей этих маленьких детей. Они уполномочили меня передать вам слова самой искренней благодарности и признательности за то, что вы совершили этот акт милосердия. Большое спасибо вам за вашу доброту, за солидарность. Конечно, мы помогли этим девяти деткам, но главное другой эффект. Главное, что мы учили нашему молодежи быть сострадателем, быть милосердным. И я думаю, что эти уроки, они усвоят на всю жизнь. О важной роли милосердия говорила и заместитель председателя Совета депутатов Белгорода Лариса Гончарова. Помогая нуждающимся детям, благотворители служат примером взаимопомощи и социальной ответственности. Та помощь и поддержка, которая оказывается больным детям, живущим среди нас, в городе, жителям города, она бесценна. И я искренне желаю вам, чтобы Белый Цветок, который вы взросли, жил долго-долго. Примите самые добрые, искренние слова благодарности и пожелания добрых дел на благо Святого Белогоя. Активное участие в благотворительной акции «Белый Цветок» в этом году приняли более 170 предприятий и организаций города. Меценатов отметили благодарственными письмами городской администрации. Я с радостью откликнулся, потому что тем самым мы выдаем пример состраданию, соучастию, потому что мы одно общество, и мы должны жить рука об руку. Я считаю, что в мировом масштабе должны проходить такие акции, потому что творить добро – это просто большая честь, я считаю. И меня удостоили такой чести, я очень благодарна. Нам, как сотрудникам детских садов, они очень близки и важны, каждая судьба каждого ребенка. Поэтому, когда появилась возможность принять участие в этой акции, откликнулись все. Откликнулись сотрудники, откликнулись родители, откликнулись сами дети, которые с удовольствием делали на ярмарку поделки. И пусть это всего лишь частичка какая-то, но я думаю, она сделала свое дело и в общий вклад. Благотворительная акция «Белый Цветок» в этом году проходила в Белграде в третий раз. Она стартовала 5 сентября. Были проведены десятки благотворительных ярмарок и аукционов. Поделки для них готовили школьники и студенты, свои картины предоставили художники. В общей сложности было собрано более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Помощь адресная. Средства направят девяти белгородским семьям, в которых тяжело больные дети нуждаются в дорогостоящем лечении. Эти деньги уже перечислены на счета тех лечебных учреждений, где осуществляется оказание лечебной им помощи. В зависимости от тех лекарственных средств и той стоимости, которая необходима им на лечение. Напомним, в России дни белого цветка начали проводить с 1911 года под покровительством царской семьи. В современной России традицию возродили в 2003 году. Символ акции, как и сто лет тому назад, остался прежним – белый цветок. Неизменно и цель – от всего сердца помочь нуждающимся в поддержке людям. Продолжение следует...